Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня приготовим ризотто с креветками. Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять рецепт. Для ризотто нам необходимо предварительно приготовить бульон. Он может быть овощной, куриный, рыбный, какой вы хотите. Я буду использовать куриный. Для придания большего вкуса я обжарил луковицу и две половинки морковки. Добавил филе бедра курицы, пару-тройку горошин душистого перца, перец острый горошком, лавровый лист. Друзья, не забывайте доставать лавровый лист, поскольку он дает очень сильный аромат нашему бульону и может перебить все вкусы. Я бульон варил минут 40. Для ризотто нам понадобится рис. У меня арборио. По поводу выбора и концепции риса я немного расскажу позже. Креветки. У меня аргентинские. Чеснок. Винишко. Лук. Оливковое масло. Чабрец. Сливочное масло. Черный перец. Соль. У меня розовое, гималайское. И конечно же нам понадобится бульон, ранее приготовленный. Друзья, его должно быть не меньше 500 миллилитров. Если нам его вдруг не хватит, мы его всегда можем разбавить кипятком. Нарежем лук. Нарезка нам потребуется мелким кубиком, поскольку не хотелось бы видеть текстуру лука в нашем ризотто. Тем временем разогреем сковородку. Нагрев нужно поставить практически максимальный. Чеснок у нас пойдет вслед за луком. Нарежем его тоже мелким кубиком. Друзья, а вы как считаете, что нужно кинуть первым? Лук или чеснок? Добавим оливковое масло. И немного сливочного. Хочу обратить ваше внимание, что оливковое масло нужно использовать холодного отжима. Экстра вирджин. Чеснок, конечно же, я добавляю в самом конце, поскольку не хочу его видеть горелым в нашем ризотто. Друзья, хочу вас морально подготовить. В данном рецепте вам придется очень много работать ложкой, то есть размешивать. А почему, вы узнаете далее. Вы мне скажете, что ты делаешь, ты же не помыл рис. А я вам отвечу, рис для ризотто мыть ни в коем случае нельзя. А знаете почему? Дам вам немного времени, чтобы вы ответили в комментарии. Тем временем я прогрел рис и добился того, что он стал хрустеть на сковородке при перемешивании. После этого я добавил полстакана белого сухого вина. Друзья, я вам советую не жалеть и добавлять хорошее вино. То, которое вы с удовольствием могли бы выпить сами. Немного присолим рис и добавим перца. Свежемолотый перец всегда дает много аромата и вкуса нашим блюдам. Друзья, хочу вернуться к вопросу выбора риса. Я вам советую использовать сорта с высоким содержанием крахмала, а также специально предназначенные для ризотто, такие как арборео, виолононана, корнароли. У нас в России легче всего найти арборео или корнароли. Сорта риса чем-то похожи на краснодарский, только зерно у краснодарского гораздо меньше. И содержание крахмала на порядок ниже. В случае, если не найдете, можете заменить на краснодарский. Основной принцип приготовления ризотто заключается в том, что мы постоянно размешиваем рис. Рисинки между собой трутся, выделяют крахмал, который делает наше блюдо уникальным в плане густоты. Друзья, добавим сливочное масло. Как вы видели ранее, я добавлял бульон по мере необходимости, после того, как он выпаривался. Наши аргентинские креветки достаточно крупные, поэтому я их разрежу напополам. Расскажу интересную историю. Некоторые нерадивые продавцы называют аргентинскую креветку лангустинами. Это неправда. Лангустины из семейства омаров. А это креветка. Друзья, добавляем наши креветки в ризотто и слегка обжариваем. Буквально одна минута. После этого добавляем пармезан. Он придает невероятно нежный вкус с пикантным послевкусием. Для полноценного вкуса необходимо добавить порядка 100 грамм на нашу порцию. Дорогие друзья, вот и наконец-то подходит 20-минутный процесс безостановочных перемешиваний. И все ради получения вот такой вот замечательной консистенции. Мы добились тягучести и кремового цвета. Для украшения блюда я добавлю еще немного пармезана. Тем самым хочу подчеркнуть, если так можно сказать, сырность вкуса нашего ризотто. Это блюдо невероятное. Советую вам его повторить. Ну а для подчеркивания пикантности добавим немного зелени сельдерея. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте включать колокольчик, чтобы первыми узнать о новых видео. Спешу с вами поделиться еще одной важной информацией. У меня появился новый тикток канал. Заходите, добавляйтесь. Будет вкусно, полезно, интересно. А по поводу ризотто, все-таки я вам советую приготовить его, не лениться. Очень вкусное ресторанное блюдо.